спасибо большое я вы меня самого утра напугали сказав что вердикт вы вынесете в конце по поводу по дкт что есть разные точки зрения да и вот так мы решили наконец такой провокационный доклад сделать я надеюсь что в конце участники все-таки с особенности президиум свою сформулируют отношение к этому не взлетает почему потому что точнее это вопрос открытый самом деле первые по дкт мы стали показывать результаты уже достаточно интересные с 2007 года как только у нас в онкодиспансер появился плоскодетекторный томограф тогда же были я уже не стал это сюда включать были миллиардное поражение печени и множественные метастазы в легкие которые мы тогда показывали и мы использовали еще внутривенное контрастирование так вот ну вот такого вау-эффекта в 2007 году не было сейчас собственно прошло ровно 14 лет с того момента и но я рамку мог не мог поставить на заглавие но вот вот такой вопрос у меня возникал на протяжении многих лет почему технология не взлетает и сейчас попробуем в этом разобраться на самом деле как я уже в первом докладе показывал сама по себе по дкт он бим сети или как хотите называть она давно уже адаптирована принято во многих направлениях лучевой не только лучевой диагностики но и интервенционных вмешательств это и челюстно-лицевые сканеры и сканеры для ортопедии в особенности сканер нейрохирургический уаром того же метроника который используется нейрохирургии травматологии где уже одобрено 2018 года использование по дкт сканера для молочных желез и даже в нескольких вариантах микро кт по дкт для лабораторных животных все это технологии которые уже адаптированы и широко используются в чего диагностики то есть они признаны как официальные технологии лучевыми диагностами первые ангиографы но несколько компаний первыми одна из передовых была компания sims 2004 создали собственно коммерчески доступный вариант по дкт заменив технически это произошло заменой как я уже говорил и опа на плоский детектор но это был такой скачок в качестве изображений в качестве изображения потому что и об его самая большая проблема была очень большие искажения превращение когда выполняется по дкт вот этот усилитель изображения сильные магнитные поля особенно поле земли превращение искажало информацию что очень трудно корректировалась но и низкого контрастного разрешения вот плоский детектор эти проблемы в значительной степени решил момент создания технологии да и на сегодняшний момент цель цель изначально внедрение по дкт на отсюда геоинтернационной радиологии она была заявлена производителями если на сегодняшний день она такая же остается она создавалась не как альтернатива спиральной компьютерной томографии или мрт или там рентгеновской рентгенографии а как технология позволяющая повысить точность и техническую эффективность эндоваскулярных через кожных и комбинированных мешательств и воспринимать эту технологию как конкуренцию какой бы то него диагностической технологии безусловно нет никакого смысла потому что все что мы делаем это направлено на улучшение результатов лечения но фундаментальные принципы по дкт на отсюда гея еще раз повторю потому что технической точки зрения по плоскодетектор на кт или конбием сети как хотите представляет собой спиральную компьютерную томографию но с очень широкими плоским детектором состоящим из более чем тысячи рядов компактно расположенных ячеек это не я придумал это ссылки существуют те люди которые у истоков инженеры стояли свои слова пространственное разрешение по дкт намного превосходит разрешение спиральной компьютерной томографии это тоже факт об этом много говорили но контрастное разрешение уступает разрешение спиральной томографии за счет большого количества рассеянной радиации которая как я уже говорил требует очень сложных алгоритмов компенсации математических или и смены детектора детектор по сути как был и децезия с аморфным силиконом так и остался поэтому на фундаментально проблема не решилась математически тоже нет таких мощностей чтобы эти дефекты полностью устранить но для выполнения по дкт необходим один поворот системы на 180 градусов угол конического пучка плюс конического пучка и дальнейшее улучшение скорости сканирования качестве изображения зависит от совершенствования конструкции детекторов или мощностей вычислительных ну вот еще раз как происходит сканирование ничего сложного в этом нет технология простая если персонал обучить ну ключевое слово если то это все занимает ну буквально две-три минуты на каждой по дкт в в контексте дополнительного времени которое тратится на исследование если сравнивать с классической ангиографии там или с какими-то классическими другими интервьюционными вмешательствами первые ангиографические установки сможете проведения паскотектной компьютерной томографии были выпущены на рынок 2004 году это сразу несколько производителей ближайшие годы тоже их создали они сразу вызвали большой интерес у специалистов работающих в области интернационной нейрорадиологии интернационной онкологии интернационной кардиоангиологии что отражено в публикациях за последующие 20 лет по дкт на цедуге по сути из мало кому известного метода лучевой визуализации превратилась мощный комплекс различных визуализационных и навигационных технологических решений внедрение по дкт по сути позволило значительно повысить безопасность и улучшить непосредственные отдаленные результаты лечения пациента со многими сердечно-сосудистыми онкологическими и другими заболеваниями и это тоже отражено в большом числе серьезных работ зарубежных современный ангиографический комплекс мы сегодня об этом говорили по сути является единственной системой визуализационной позволяющей на одном операционном столе выполнять вот такие опции как рентгеноскопия рентгенография ангиография цифровая субтракционная ангиография и компьютерная томография других таких систем не существует полученные 3d массивы данных могут использоваться в режиме дополненной рентгеноскопии в режиме реального времени при проведении различных эндоваскулярных через кожных и комбинированных вмешательств по сути можно сказать о том что в истории интернационной радиологии или рентгенохирургии создание по дкт на цедуге можно смело поставить в один ряд с такими событиями как открытие рентгеновских лучей изобретение рентгенотелевидения и цифровой субтракционной ангиографии что принципиальным лучше как бы было следующим шагом в улучшении визуализационных возможностей нашей специальности но актуальность опять же отражена во многих обзорах особенно это касается нейровизуализации вот я привожу обзорную статью 2022 года там она очень большая много всего что написано но вот здесь один из примеров насколько мы изменили подходы в визуализации интракраниальных сосудов как диагностики инсульта так и в увеличении шимического инсульта так и в лечении других сосудистых заболеваний головного мозга но на самом деле это огромное огромное преимущество получили то же самое касается лечения опухоли печени в первую очередь конечно это гепатосулярного рака и об этом уже сегодня говорили что мы пришли к тому что использование по дкт технологий как визуализации так и навигации она улучшила результаты лечения то есть это то к чему мы собственно и стремимся и это отражено во многих публикациях по сути на сегодняшний момент многие работы говорят о том что по дкт должно стать стандартом использоваться как обязательный компонент на при проведении многих процедур в первую очередь конечно это касается касается гепатосулярного рака как его визуализации так и диагностического этапа но вот если мы посмотрим подмет насколько публикации существует в мире то но вот если по запросу комбим компьютер томографии это 13 тысяч публикаций соответственно ну там начиная с какого там с начала двухтысячных годов по запросу комбим компьютер томографии на онкологи это больше 4000 процедур но здесь вот это суженный пояс то есть это именно тот комбим сети или тапа дкт которая касается ангиографии ангиографии интернационной радиологии что же мы имеем в нашей стране вот поиск научной и лайберрии или в ринце на тему плоскодетекторная компьютерная томография только 27 только 24 публикации конус лучевая компьютерная томография в онкологии чтобы исключить там все челюстно-лицевую визуализацию то суммарно мы получаем 3 и 24 27 публикаций за почти 20 лет ну и цель работы была проанализировать причины недостаточного использования технологий по дкт в области интернационной радиологии или рентгенохирургии ну и мы я вынужден обратиться к своему так сказать опыту которое наблюдение как в клиниках зарубежных эта технология используется но вот один из моих таких самых больших крупных опытов это общение со специалистами в густаво руси в 2016 году мне посчастливилось там проходить стажировку но вот все знают кири дебера сегодня его неоднократно упоминали с индексом хирши 83 на сегодняшний момент но вот непосредственно я встречался сообщался с дешампром фредериком у него индекс хирши 41 то есть люди серьезные в научном мире известные вот как у них обстоят дела на самом деле обстоят дела у них так что у них одна операционная была со спиральным томографом тот момент с комбинацией с ангиографической установкой и одна установка по дкт так вот практически все вмешательства через кожные они выполняют с использованием по дкт технологии много очень вертобропластик но здесь отражен один из этапов проведения вертобропластики все контроли на века навигация и распределение цемента все используют с использованием по дкт но вот это этап оценки распределения цемента после его введения в позвонки при проведении вертобропластики то же самое касается радиочастотной абляции во всех случаях ну в основном они специализируются на костной абляции здесь представим пример абляции опухоли в теле позвонка также обязательный по дкт контроль был уже в 2016 году вот использование радиочастотной системы это мой учитель у него я учился вот он проводит крио абляцию крио абляции также обязательное использование по дкт как для установки криозондов в костной структуры здесь тоже тело позвонка так и для мониторинга процесса но здесь часто представлен этап формирования ледяного шара в опухолевом узле это используется опять же по дкт контроль то же самое касается через кожного остеосинтеза огромный опыт у них по стабилизации при переломе шейки бедра очень много таких операций делать все они выполняются под под дкт контролем которые используются как для разметки для создания траектории таргетирования для установки вот этих вот металлических конструкций так и для оценки успешности проведения вмешательства но здесь частности несколько этапов и отразил как эти системы имплантируются в пациента через кожным доступом то же самое касается химобилизации химобилизации также по дкт используется для оценки питающих сосудов и для распределения химобилизата в опухоли ну вот другой пример это более свежий так сказать моего поездка в нью-хэвен это онкологический госпиталь ельского университета 2020 году здесь вот специалист тоже очень известный кевин ким с индексом хирше 30 он там курирует это все организацию и можно надо сказать что вот в том госпитале непосредственно ельского университета где я находился там 7 специализированных рентгеноперационных занимаются только онкологическими мешательствами с утра до ночи а всего в структуре ельского университета 15 рентгеноперационных которые занимаются онкологически только с утра до ночи проведением интернационных мешательств в онкологии вот так выглядит у них рентгеноперационные такая как бы распашонка на два стола в каждом то есть на 2 операционных соединенных одной пультовой большого размера каждая из которых оснащена современными системами причем принципиально разных разных производителей вот так выглядит эта пультовая интересно что это все вот медрегистраторами медтехники это с одной стороны в одну комнату смотрится такая же такое же число людей помогающих рентгенохирургу находится напротив другой смотровой все они работают на то чтобы обеспечить оператору комфортные условия что меня удивило что там в обязательно в ельском университете все врачи несмотря на свой статус должны посещать обязательно несколько раз неделю лекции где они проходят ну скажем так усовершенствование какие-то он почерпит новые знания здесь представлены все сотрудники рентгенохирургического отделения которые вот слушают лекцию 10 вот ким сам который которого я собственно был отправлен на стажировку и вот в тот момент вот как вот это в моменте они обсуждают лекцию по лечению разрывов грудного протока травматического лечения грудного протока напомню что там выполняется чрезкожно-трансабдоминальная пункция вот этих хиллезной цистерны и дальнейшем проводится эмболизация протока в случае хилоторакса предложена технология была копом там в 1998 году и вот они все внимательно изучают задают вопрос спрашивают как это все можно сделать но вот сотрудники которые там работают на постоянную так сказать они все достаточно известны это джеффри полок и цукерман дэрил и все они ходят посещают эти лекции принимают участие в обсуждении так вот почему в россии не взлетает на самом деле очень много ответов на один вопрос самое наверное главное о чем нужно говорить что по дкт не внесена в номенклатуру медицинских услуг нет такой технологии не существует система обучения по дкт врачей по рентгеноваскулярной диагностики лечения не существует собственно практически вообще она отсутствует литература направлена обучение тех же самых врачей если они хотят заняться самообразованием врачи лучевой диагностики не знают о существовании по дкт и о ее диагностических и лечебных возможностях это к сожалению тоже так проведение процедур под контролем по дкт требует длительной практики не только теоретической подготовки но и мануальных навыков обязательно проведение процедур под контролем по дкт требует обучения регион лаборантов операционных сестер и это наверное не менее значимый этап подготовки чем самих врачей проведение процедур под контролем по дкт требует дополнительно времени это особенно на этапе освоения это первые там 3-4 месяца может быть год каждая технология каждая процедура она осваивается длительно проведение процедур под контролем по дкт требует специальных тарифов поскольку соответственно это другие временные затраты и интеллектуальные затраты и задействованность персонала немножко другая отсюда следует что необходимо разработка соответствующих методических пособий о чем игорь владимирович погремняков неоднократно говорит необходимо включение технологий по дкт стандарты лечения ряда заболеваний например лечение гепсулярного рака наверняка таких заболеваний больше будет будущем необходимо стандартизация алгоритмов проведения по дкт в различных клинических ситуациях их тоже очень много ну и с моей точки зрения чтобы развиваться дальше необходимо стратегия так называемого голубого океана стратегия голубого океана автор ее чан ким известная стратегия но я и хочу сказать в рамках светить так сказать в рамках идеи тьера дебера который как раз таки в густаву руси опинион лидером является он в очередной ежегодной лекции чарльза доктора точнее лекции реча вот эту тему осветил собственно что такое стратегия голубого океана это когда мы понимаем что есть океан голубой свободный а есть океан кишащий акулами заполненный красный красный океан конкуренции кишащий хищными акулами в котором появляться не нужно я выжить практически невозможно ну вот такая простая стратегия собственно стремиться голубому океану то есть не занятым нишам то есть и акцент я хочу сделать на то что в чем преимущество технологии наши по дкт от которой мы сегодня говорим что современный географический комплекс является единственной системой позволяющей на одном операционном столе выполнять рентгеноскопию рентгенографию ангиографию цифровую субтракционную ангиографию компьютерную томографию вот прям что называется в любом порядке с любой с любой скоростью с любыми возможностями на любом органе это собственно есть тот голубой океан куда нужно стремиться поэтому необходимо создание принципиально новых не только для россии но и для всего мира технологий основанных на преимуществах вот этих особенностей ангиографических систем ну что мы имеем в красном океане я здесь говорю не только конкуренцию между различными специалистами интернационной радиологии а между смежниками и хирургами и химиотерапевтами так далее то здесь идет постоянная жесткая конкурентная борьба за каждого пациента за каждого за каждую технологию часто это приводит просто к тому что идет кровопролитие а нужно двигаться туда где они занятые ниши то есть это там где нет конкуренции там где технологии существуют явно выигрышные но которых еще никто не подумал и вот здесь как раз таки на мой взгляд технологии по дкт и будут развиваться и иметь инновационный исторический ход ну и в качестве примера я хочу представить показывал вот идею лимфографии и которая обсуждалась вельском университете но там касалось грудного лимфатического протока там все проще и вот та технология как как работает технология данном случае комбинации с флюороскопии с пдк т это пациенту которого было длительное истечение желчи брюшной полости 1800 помоли миллилитров не желчи прошу прощения лимфы вытекала после лимфоденоктомии пара рад артальной связи там с опухолью и трудно курить практически не поддавалась консервативного лечения и вот была поставлена задача как-то попытаться хотя бы диагностику провести место утечки а еще лучше помочь пациенту но вот здесь в этап проведения интернодальной лифан географии пациент лежит на животе но там известная методика пунктируется лимфатический узел вводится липиаду в течение какого-то времени заполняются все лимфатические систем протоки и здесь мы ждали вот появление контрастирования одного из центральных магистральных магистрального лимфатического сосуда на стороне предполагаемого поражения дальше что мы сделали мы перевернули пациента на живот и под контролем по дк т пунктировали вот этот вот предполагаемый лимфатический проток след ну здесь представлена разметка то есть 3d естественно как уже говорилось в режиме это все передается на стереотоксическую станцию на стереотоксическое поле ангиографической установки и проведена была транслюбальная пункция левопояснично-лифатического ствола что дало нам возможность уже с достаточно хорошим контрастированием наполнением выполнить рентгенографию что невозможно в принципе по определению при интранодальной мифографии мы увидели дефект здесь вот дальше расширенный левый пояснично-лифатический ствол расширенный и очевидно там сужение дальше дефект при уже дальнейшем контрастирование липиадолом а обычным контрастом выявлен дефект контраст стал растекаться по брюшной полости поступать в дренаж ну естественно возникло желание заимболизировать это все и вот если 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 раньше технологии это были описаны единичные кейсы под спиральной томографии но спиральный томограф не обладает рентгеноскопии то есть максимум что мы могли сделать ввести сюда спираль клей но мы видим что поражение много выше требует немножко другого подхода и нам не нужно перевозить пациента опять на систему флюороскопическую здесь же мы можем выполнить катаризацию этого протока что мы собственно и сделали с помощью микро системы для микродоступа и после этого еще раз убедившись где находится дефект выполнили эмболизацию спиралями на протяжении вот здесь вот это гибриде за гибридная операционная гибридная технология она сыграла абсолютно положительную роль потому что через два дня пациента прекратилось истечение лимфы и в общем-то полностью эта проблема была решена спасибо за внимание